15 февраля улица Крылова, областной столицы. Несколько минут назад на припаркованный здесь автомобиль марки Hyundai упала ледяная глыба. В момент падения хозяйка автомашины находилась внутри салона. Прям вот спасло, что я еще в машине сидела, машина крепкая. Удар сильный был? Сильный, да. Он все потом воскликнул. То есть лобового стекла, считаете, нету? Ну, я думаю, что здесь много чего еще нет. Еще находясь в шоковом состоянии, женщина позвонила по телефону 112. Правоохранители обещали скоро приехать. Тем временем покатая крыша наверняка скрывала очередную ледяную угрозу. Об этом явно не подозревают дети. Вот группа младших школьников беззаботно идет по тротуару. Рядом разбитая льдом иномарка. Уважаемые земляки, будьте бдительны. В эти дни лучше не ходить под крышами многоэтажек. Наш следующий сюжет тоже о льдине. Той, что придавило 10-летнего мальчика. Об этой трагической истории мы рассказывали накануне в патрульной службе. По материалам проверки, проведенной прокуратурой Московского района города Твери, в связи с падением ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома на малолетнего ребенка, возбуждено уголовное дело. По пункту В, часть 2 статьи 238 Головного кодекса Российской Федерации. По факту оказания услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожью причинение тяжкого вреда здоровью. С сотрудниками прокуратуры и регионального следственного комитета мы встретились 15 февраля в Московском районном суде города Твери. Сюда же под конвоем доставили человека, который, по мнению следствия, должен ответить за трагический случай с мальчиком. Еще раз вернемся на несколько дней назад. По версии следствия, 11 февраля с крыши дома номер 23, расположенного по Волоколамскому проспекту города Твери, на малолетнего ребенка упали снег и налез, в результате чего мальчику были причинены многочисленные телесные повреждения и травмы головы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. С полученными повреждениями ребенок был доставлен в реанимационное отделение больницы. По подозрению в совершении преступления задержан председатель правления ТСЖ Волоколамка-23 Сергей Лазарев. 15 февраля суд выбирал ему меру пресечения. Вы следили за чистотой дома? Да. У вас один дом в распоряжении ТСЖ? Один. Один, да? В чем проблема? Может, не хватает средств на чистку дома нормального? В том числе. Сергей Лазарев сообщил патрульной службе, что уже попросил прощения у родителей травмированного мальчика. Что-либо говорить о признании вины на камеру подозреваемый не стал. Пояснил лишь, что председателем ТСЖ, в видении которого находится всего один дом, является два года. В этот же день мы побывали у этого дома и поговорили с его жильцами. Люди с уважением относятся к своему председателю. Нам главное, что честно, ничего, как говорится, плохого вообще у меня. Как что-то обратиться, он всегда телефон здесь висит, он всегда, что придет, всегда поможет. Всегда. У дома навалены груды снега и наледи. Висят ограждающие ленты. Жильцы уверяют, территория была огорожена и в день трагедии. Чистили с крышей, все это не оборвалось, она как бы посередине вот там, все засыпало. Они как вот были привязаны, так и есть привязаны. Вот эти вот ограждения, да? Конечно, все было привязано. Да, очистили крышу в этот момент. И председатель был, вот Сергей, он был на крыше, все были на крыше. Там трое их точно было. И он говорит, а слабо, говорит, вот пройтись под крышей. Слабо пробежать, слабо пробежать. Ну и все, слабо. Вот и получилось слабо. А теперь председатель наш виноват. В тот день, уверяют жильцы, Сергей Лазарев сам находился на крыше, очищая ее от снега. Как случилась трагедия, сейчас выясняют следователи. На время расследования до 10 апреля включительно суд принял решение в отношении Сергея Лазарева избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Получивший травмы мальчик, по данным следствия, до сих пор находится в больнице. В крайне тяжелом состоянии. Мы желаем малышу выздоровления и призываем еще раз вас, уважаемые жители Верхневолжья, в эту почти весеннюю пору быть предельно бдительными. А организациям жилищно-коммунальной сферы не дожидаться очередного несчастья и своевременно и качественно выполнять возложенные на них обязанности.